Это, ну, часто можно привести пример, частый пример о отношении, допустим, мамы с ребенком. Вот мама, как бы, она привязывает свои чувства к ребенку. И он в детстве, так как он боится быть один, у нее страх. Поэтому сколько бы она к нему не привязала чувства в детстве, он всегда будет к ней стремиться. Взаимность идет, потому что он нуждается в маме, он боится остаться один, боится смерти ребенка маленького. Но если заметите, то даже если мать, допустим, сильно привязана к мальчику, и она такая его вот так, то есть целует со всей силы вот так, ну, с любовью мальчика, допустим, да, то он такой кряхтит, так? Ему тяжело как бы вот эту любовь перевалить всю вот, она его целует, он кряхтит. Вот, это значит, что вы перебарщиваете уже лишнего уже какого-то вашей любви. Но взрослый мальчик уже, парень уже кряхтеть не будет, понимаете, он просто будет подальше держаться, потому что мама чувства свои слишком сильно распустила, направляет слишком сильно на него. Это неправильно. Как вот сына надо любить? Надо молиться за него, у тебя, допустим, чувства к нему есть? Ну, служи ему, моли за него, желай ему счастья, но не надо хотеть от него счастья. У тебя все тяжело, сынок, ты страдаешь. Так если так говоришь, он еще больше будет страдать, ему так плохо, ты еще помогаешь ему словами своими. Это неправильное мышление, означает зависимость от человека, зависимость. Надо любить и заботиться, желать счастья, молиться. Если у тебя есть чувства к человеку, привязались чувства к кому-то, хорошо, используй это правильно. Молись, служи, заботься, но не привязывайся, не желай счастья от этого человека. Иначе ты ему будешь портить жизнь. Допустим, ты ребенок, ой, сынок, как у тебя дела, я волнуюсь за тебя. Во-первых, тебе не надо волноваться, а надо молиться. Если ты волнуешься, это значит, ты лентяйка. Молись и не трогай его, пускай живет. Женщина часто любит жить жизнью чужого другого человека. Не чужого своего, но другого, не своей жизни. Она говорит, я не о себе переживаю, а о тебе. Нет, ты о себе переживаешь, потому что ты живешь его жизнью. И поэтому это эгоизм. Ну, такой, конечно, это лучше, чем о себе все время переживать. Это эгоизм такой лучше, но это все равно эгоизм, он приносит страдания. Поэтому надо не переживать, а молиться. А вот если вы молитесь за близкого человека, вы становитесь ангелом-хранителем. Это прямо противоположный результат. Вы привязаны к человеку, и вместо того, чтобы переживать, вы молитесь за него. Получается суперхороший результат. Отлично. Все счастливы. Видите, как много любви в человеке. Как много любви в человеке. Если бы это еще любовь, правильное русло. Один великий святой, его звали Билла Мангал Тхакур. Он, Тхакур значит святой. Вот. Он полюбил в юности, у него был как бы, был свой магазинчик, он проговал, и он полюбил одну девушку. И так сильно хотел с ней встретиться, и была буря. Он переплыл через Гангу, мог погибнуть, потому что там были сильные волны, буря. И такая сильная буря, что даже крокодилы не знали, что им делать. И он вцепился за дно бревну, бревно какое-то лежит. Он взял, за бревно схватился, и как бы, когда за что-то схватился, легче переплывать. И он с этим бревном переплыл, оказался крокодил. Вот. Потом он, там был забор, она, вон, ей как кричит, ветер, шторм, ничего не слышно. А ему хочется к ней. И он начал на забор лезть, смотрит, какая-то веревка висит. Он взял, как бы, по этой веревке, это казалось, змея. Перелез. И потом он стучится вниз, а она на втором этаже дома. И он на балкон начал лезть на второй этаж. И там скользко. В общем, чуть не погиб, короче, три раза. Ну, и постучался ей, там, зашел к ней через балкон. И она говорит, как ты вообще здесь оказался? Буря, как бы. И он рассказал ей вот это все, как он к ней стремился, как там рисковал жизнью. И она ему сказала, если бы ты так к Богу стремился, ты бы был великим святым. Если бы ты так к Богу любил, ты был великим святым. А вот то, что ты так меня любишь, ну, я не могу тебе отдать взаимностью. То есть я чувствую это, как тяжесть, как ноша для меня, твоя любовь. Я не могу ее вытерпеть, твоя любовь. Она очень тяжелая для меня, потому что я не Бог. Но это был очень разумный человек. И он, этот человек все понял. И он в результате оставил все и пошел к Богу. Пошел в святое место, отрекся от мира. Стал великим святым. Она стала его первым учителем. Он говорит, это мой первый учитель, это девушка, которую я любил. Она дала мне знание, как правильно жить. Но если человек, ну, как бы, не имеет этого знания, то всегда получается один и тот же вариант. И не то, что плохая судьба пришла, а просто это неправильное мышление. Дурманом сладким, понимаете? Дурман этот, у него сладкий запах у этого растения. Но когда его нюхаешь, то можно погибнуть. Но человек может, вот там, дурман, когда он растет большими зарослями, человек идет, он такой, ой, как хорошо. Его расслабляет, он падает там. И он начинает спать непробудным сном. И этот запах, он ядовитый. Человек может там просто умереть, в этом дурмане. Дурманом сладким, веяло от слова твоего. Понимаете, человек ищет счастье всю жизнь. Если он с Богом не знаком, с духовной практикой не знаком, природу не любит, людей не любит, а счастья же любви хочется, и он увидел гармонию с каким-то другим человеком, и пошел этот дурман, и человек, и может человеку надо во что-то верить, он не может без веры жить, и он начинает верить в другого человека. Вместо того, чтобы Бога верить, ну, то есть любить можно, это хорошо. Что такое любить? Заботиться о человеке, что-то делать для него. А верить, то есть верить означает получать энергию счастья. Надо Богу. Иди в храм и верь, иди на природу, верь в природу, иди к добрым людям, верь в добрых людей. А если ты веришь в близкого человека, он же полицетворяет твою судьбу. Через эту веру в близкого человека и придет к тебе страдание. Понимаете? Ну, максимум два. Потому что, ну, так сильно втрюхаться в человека и получить поражение, в следующий раз будет уже опасность чувствовать человека. Но это не значит, что в душе цветут сады один раз. Ты можешь Бога поверить и так же сильно его полюбить. И от душе цветы будут цвести вечно тогда, а не один раз. Вечно. Что Бог может взаимностью отдавать всегда на наши сильные чувства. Мы можем его любить бесконечно. И он всегда будет отдавать все больше взаимностью, больше и больше и больше. Но человека, когда мы любим, он не может выдержать. Ни ребенок маленький, ни мужчина, ни взрослый человек. Допустим, вся женщина одна подошла, говорит, Олег Геннадьевич, мы вас так любим. Я бы радовался. Потом она мне говорит, пишите мне пожелания как можно больше. Мы пишите, 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 пишите. И это не для меня будет, для всех людей. Но все равно мне стало тяжело. Я написал, как смог, там все нормально. Но я просто говорю, мне стало тяжело, потому что сильно большая любовь. Я согласен, все, я принимаю, но тяжело. Потому что я, понимаете, я не Бог, чтобы выдержать. Мы, понимаете, мы не можем выдержать любовь. Вот в чем проблема. Надо признаться себе в этом. Мы не можем. Люди ждут, когда же меня полюбит кто-то. Или нет, конечно, когда я полюблю кого-то. Девочек-матери? Всех надо любить так. Нужно заботиться о детях, давать им знания. И терпеть свои чувства по отношению к ним. Не распускать их. Ну, девочка, в принципе, она из любви соткана. Ты, допустим, ее целуешь, она тебе щечки поставляет. Давай сюда. Еще. То есть она из любви, поэтому я скокни, целую, ей все мало. Понимаете, но у тебя проблемы потом начнутся. Ты ее любишь все больше и больше. Она согласна, ей нравится все. Вот. Но у тебя проблемы начинаются в основном. Потому что начинаешь привязываться к ней. Боишься за каждый ее шаг. Туда не пошла. Ой, черт, ай, что с ней будет. Понимаете, все, ты с ума сходишь. А ей нормально. Если мама дочку любит, допустим. Но когда дочка вырастает, ей уже ненормально. Потому что она взрослая, она... Дочка, ой, мама, все, 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 мама, все. Она не может выдержать. И мама думает, несправедливость. Я тебе всю жизнь отдала, а ты меня не любишь. Не уважаешь, не любишь. Все, несправедливость. Так это неправильное мышление. Причем справедливость или нет? Дочка же не Бога, чтобы твою любовь выдержать. Это ты Богу должна ее отдать. Не то, что у тебя плохой период какой-то в жизни идет. Это неправильное мышление. Запомните. Никакого плохого периода. Или, допустим, девушка бросила мужа. Она мне говорит. Я бросила мужа. Четыре года одна. Где мужики? Мне вопрос задают. Когда Бог даст следующего, называйте дату, Олег Геннадьевич. Даст следующего. Я однажды не могу. Что такое? Я говорю, ну вы раскаивались, как бы, что бросили. А что, говорит, раскаиваться? В кого не раскаиваются? У меня не раскаивались. Я хочу другого мужика, Олег Геннадьевич. Называйте дату. У меня что, плохой период идет? Я говорю, нет, у вас хороший период. Она говорит, где мужик? Я говорю, моя хорошая, поймите такую вещь. Говорю, вот вы бросили мужика, описал его качество. Говорю, вот так и так. Она говорит, все правильно. Он хороший. Вот так вы сказали, вот он хороший. Но чувств у меня, понимаете, Олег Геннадьевич, у меня чувств к нему нет. Я говорю, да чувства заканчиваются у всех. Вот они были, и теперь надо человеку служить, заботиться о нем, чтобы чувства твои возникали. А если ты просто хочешь с ним жить, и всегда чувствуешь, чтобы у тебя было, это что, вечный двигатель, что ли? Должна учиться правильно себя вести по отношению к человеку, чтобы чувства поддерлили. А не то, что они всегда у тебя чувства будут. Бог вам дал ощущение любви на какое-то время, теперь сами трудитесь над ней. Она говорит, Олег Геннадьевич, это философия, мне мужика надо, понимаете? Я говорю, хорошо, хорошо. Давайте займем, то есть Бог кого-нибудь, мужика кто не дает вам? Бог не дает. Хорошо. Она говорит, хорошо, почему он не дает мне мужика? Я сейчас объясню. Вот смотрите, вы мужика бросили, хорошего. Как жить правильно, не хотите изучать. Бросили, даже раскаиваться не хотите, да? И говорю, у Бога мужиков завались, понимаете? Вот завались. Но они у него все любимые. И что он вам сейчас отдаст еще одного мужичка своего любимого, чтобы вы его опять бросили, что ли? Да ни за что. И она такая, у-у-у-у. Реку начала чесать. О-о-о-о, задумалась. Понимаете? Вот иногда просто незнание, как правильно жить, человек страдает от этого. Не то, что период плохой. Период хороший, раскайся. Некоторые женщины и раскаялись, бросили мужа. И одинокие, поэтому. Период хороший идет, все, мужика нет, потому что не раскаялась. Чаще всего люди страдают от неправильного понимания вещей. Может быть, периоды в жизни плохие не может быть, а точно есть. Люди погибают, умирают, там болезни тяжелые возникают. В основном люди страдают от неправильного понимания вещей. В основном. Поэтому, учитесь жить правильно. Вот первое, что я хотел бы вам сказать. Большинство людей сейчас, это тотальная проблема, тотальная проблема в этом мире. Большинство людей, они страдают от того, что у них нет аскез. Жизнь рафинированная. Нет природы, нет аскез. Ну, то есть, мы живем в замкнутом пространстве. Стиральная машина сама стирает, не нужно стирать белье. Все происходит само. Скорой жевать уже не надо будет, все будет само жеваться. Ну, то есть, у человека все меньше движения. Это значит, что меньше жизни. Потому что для того, чтобы жить, человек должен с помощью движения вырабатывать энергию, которая дает ему возможность продлевать жизнь. Поэтому каждый человек должен начать бегать. Бег – это самый правильный и естественный способ движения. Некоторые думают, не буду бегать, буду на велосипеде кататься. Это неестественный способ движения. Или с палками там всякими ходить. Это неестественно. Естественно, это просто бегать. Но если ты не можешь бегать, хорошо, ходи. Не можешь ходить, ходи с палками. Не можешь ходить с палками – ползай. не можешь ползать значит шевели пальцами лежишь если уже не можешь шевелить пальцами ползать и ничем шевелить не можешь лежишь просто готовься земле значит привыкай значит твое время закончилось жить на этой земле но если ты можешь шевелить пальцами шевели вы шевелить пальцами расшевелится кисть будет шевелить кисть и рука расшевелится руку расшевелишь плечо расшевелится плечо расшевелишь шея расшевелится и так далее. И так ты можешь встать. Поднялась, ползи. Научилась ползать, вставай. Ходи. Научилась ходить, бежи. Понимаете, человек должен побеждать свою судьбу. А если он согласился, не хочет, все. Значит, тогда он будет побежден. Теперь следующее, знайте, что есть еще вещи, которые мы вообще просто не понимаем. Человек не понимает, что ему нужно больше контактировать с водой в жизни, потому что вода дает жизнь. Она снимает напряжение у человековоспалительные процессы. Столько доброго делает человек. Расслабляет психику. Больше контакта с водой. Деревья дают человеку силу терпеть судьбу. Допустим, не можешь вытерпеть ситуацию какую-то. Встань к дереву, начнешь терпеть. Почувствуй, что лиственные деревья они дают человеку, успокаивают его, дают гармонию с этим миром, спокойствием. Хвойные деревья дают победу над судьбой. Лиственные – это как женщины, а хвойные – как мужчины. Мужчины побеждают, дают силу. Женщины дают гармонию, любовь, спокойствие. Лиственные деревья – как женщины, хвойные – как мужчины. Плодовые деревья – это как милостивые люди. Ну, то есть, плодовые деревья – благостные деревья. Они еще лучше действуют на человека. Но надо знать, что лучше всего действует на человека дерево, которое толще человека. Тонкое дерево будет напрягать, а толстое будет расслаблять, снимать напряжение. Знайте, что деревья дают возможность человеку вытерпеть все, что можно вытерпеть в этом мире. Поэтому, если вам тяжело что-то терпеть, вставайте к дереву и молитесь рядом с ним. Неподвижное положение тела усиливает терпение, победу над судьбой. Поэтому неподвижное положение тела плюс дерево и плюс молитва – очень сильное сочетание для победы над судьбой. Движение плюс слушание лекций. Потому что, когда человек двигается, у него начинает активизироваться организм и у него начинает активизироваться память. Сейчас один человек ко мне подошел и говорит, что память теряю. Нужно двигаться и сразу она восстановится. Когда человек двигается, у него все запоминается очень хорошо. Длительное движение улучшает память. Причем надо знать, что когда вы двигаетесь, то в ваш организм заходят стихии. Стихии энергии нужны для здоровья. Вот смотрите, каждая функция организма нуждается в энергии стихии. Некоторые говорят, мне надо пить лекарства, потому что организм сам не может там ритм сердца вырабатывать. Организм может вырабатывать ритм сердца, но ему не хватает энергии для этого, сил. Эти силы берутся от природы. Энергия ритма сердца – это энергия воздуха. Если ты на свежем воздухе бегаешь, то у тебя вылечивается эта болезнь. Ну и так далее, понимаете? То есть земля дает человеку спокойствие, хороший сон, воспалительные процессы снимает. У женщины улучшают гормональные функции. Вода дает человеку хороший обмен веществ, дает человеку расслабление, эмоциональное спокойствие. Гормональные функции тоже налажатся у женщин от воды. Воздух дает человеку бодрость, концентрацию, силу, хорошую память, хорошую мышечную систему. Женщинам дает стройность, энергии воздуха. Мужчинам дает силу. Энергия солнца дает человеку оптимизм, хороший обмен веществ, хорошую кровь, энергия солнца дает. Дальше энергия солнца дает иммунитет, победу над болезнями, рассасывание всех там опухолей, энергия солнца дает. Энергия деревьев дает спокойствие, как я говорил. И так далее. Видите, это стихии природы. Природа – это энергия Бога. Она дает человеку возможность быть здоровым. Если человек на природе бегает или неподвижно стоит, он совершает аскезы. Во время аскез на природе входит энергия природы в наш организм. Если я ничего не делаю на природе, просто сижу там, телевизор смотрю, ничего не войдет. Нужно совершать аскезы, побеждать себя. Или идти, или бежать, или неподвижно стоять. В это время заходит энергия природы, и мы вылечиваемся. Нужно солнце – зайдет солнце. Даже если облака. Нужно земля – земля зайдет. Вам об этом не надо думать. Вам надо думать о том, чтобы быть бескорыстным и настраиваться хорошо по отношению к природе. Любить природу. Это очень важно над победой над судьбой, потому что многие люди, смотрите, вот, допустим, вы говорите, у меня постоянно слабость, как одна девушка ко мне подошла, у меня месячные плохие, слабость постоянно, нет сил, слабость, нет сил. Или, там, у меня пищеварение не работает, я худею, или я толстею, там, или я дурею, вот, как бы. Все это означает, не хватает энергии природы. Ну, то есть, у тебя разряжаются батарейки просто. Ну, нужно заряжать батарейки, которые питают организм, и ты, как бы, живешь. Мы дети природы, мы не можем без нее жить. Все. Мы живем в панельных домах высоких. Чем выше этаж, тем больше напрягает человек, потому что далеко от земли. А если женщина на высоком этаже вынашивает ребенка, значит, ребенок будет тоже напряженным, потому что матка напряжена. Напряженный ребенок означает ДЦП, аутизм, задержка психического развития. Это просто напряжение. Все. Высокий этаж, результат такой, да. Женщины, не пугайтесь. Можете гулять просто часто, и все будет нормально. Ну, то есть, я вам рассказываю просто про жизнь, да. Проблема даже не в высоком этаже чаще всего, а в лене человеческом. Он не понимает, что ему это надо просто. Забыл уже, все, не понимает. Есть такой фильм, старый русский фильм, Герсу Узала называется. Герсу Узала – это такой якут, охотник, который всю жизнь прожил в лесу. Просто в лесу живет. И его дети решили забрать в город. Он пожил у них в городе, говорит, я не буду здесь жить, мне здесь плохо, я слабею, у меня теряются силы, я пойду в лес. Все. Он ушел в лес потом. И он жил очень долго, понимаете, очень старый человек. У меня соседи как бы, ну, по 80 лет. Бабушка, дедушка. Я подошел к ним как-то, говорю, как вы долго так живете, какой у вас секрет долголетий. Говорит, дед такой военный, грубоват такой. Секрет. Пахать надо на огороде, вот и секрет есть. А они как бы, они себе на жизнь просто вот этим огородом живут, там тепло в Краснодарском крае, там все растет. И они целыми днями там на огороде, по 8 месяцев в году. И вот они здоровые, им дают здоровье, они мне это рассказали, что вот это гнойные раны лечат растения. То есть они все выращивают себе, им живут этим огородом, у них все растет. И они живут благодаря земле. Оно им дает здоровье. И там работают целыми днями. Учите слюбить природу. Это большая редкость сейчас. Большая редкость. Послушай. А у многих у вас, вот вы не можете просто бродить в полях, ничем не беспокоить. Почему? Потому что вы в это не верите. У вас нет контакта. Вы не чувствуете это все. Вот откуда он поверил? Почему он поверил? Человек, который написал эту песню. Давайте узнаем об этом в следующем стихе. Почему он верит в природу? Есть причина. Надо учиться в нее верить. У вас нет, допустим, причины. Но делать нечего. Надо учиться. Раньше все люди на земле жили на природе. Сейчас мы себя загнали в дома. Но надо учиться верить. Иначе будете больными. Ну, допустим, мужчина вот черный. Вам не хватает энергии воды. Вы перегреваете постоянно. Жарко вам. От этого давление страдает. Там гнев. Там и так далее. Это стареет организм. Нужна вода. Нужен контакт с водой. С природой. С землей, с водой. И вы будьте счастливы, здоровы. Откуда он получил эту веру? Смотрите, он веру с детства эту получил. Он здесь жил в этом месте. Он поверил в природу, потому что он здесь жил. Он с детства. Человек, когда в детстве где-то живет, он в это начинает верить. Понимаете? Он лечится природой. Он как бы на дальней станции сойдет. Зачем? Потому что все, устал уже в городе. Нужно ехать. Понимаете? И дальше заряжается уже природой. Вы скажете, а мне некогда, Лев Геннадьевич? Я работаю, работа там, телевизор, сон. Работа, телевизор, сон. Некогда на природу. Ну хорошо, тогда привыкайте к земле. Потому что вы просто не хотите жить, значит. Получается. Потому что вы не заметите, как заболеете тяжелой болезнью. Понимаете? Не можете бегать, когда надо учиться ходить. И у врачей есть такая шутка, такая врачебная. Если не хочешь ходить, значит будешь ходить под себя. Ну это как бы понятный сложный русский язык. Ходить под себя означает бежать на постели и писать в судно. Как еще такой анекдот есть, здесь тоже притча такая медицинская. Лучше журавлик в небе, чем утка под кроватью. Значит, надо ходить, понимаете? Теперь это вы, я надеюсь, усвоили, да? Теперь смотрите, вы говорите, у меня плохая судьба, не могу выйти замуж. Это просто не хватает сил. И это силы, понимаете? Вот женщины, это силы, это сила. Вот все женщины красивые. Все до одной красивые, но обессиленные. Обессиленная означает некрасивые. Вот все девушки красивые. Но если девушка обессильная, она некрасивая. Потому что у женщины красота это ее сила. Хоть молодая, хоть не молодая, не имеет значения. Теперь, как украинцы говорят, что робить? Что делать? Что делать? Копить силу. Вот так, допустим, физическая сила как копится? Гильки так раз, два, раз, два. Упражнение делаешь, упражняешься и получается сила. Такая, да? Физическая сила. Так? Но есть сила, которая дает возможность выйти замуж. Эта сила приобретается с помощью заботы о людях. Не о собачках, не о птичках, а о людях. Вот начинаешь людей любить, заботиться о них. Думаешь, что это, Лебединоч, они обо мне не заботятся, а я о них буду заботиться. Вот в этом сложность. Надо победить свою вот эту вот лень, что меня никто не любит. Обо мне вообще-то должны заботиться, Лебединоч? Нет, не так. Вы должны сами заботиться, учиться. Любить, заботиться, учиться, 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 любить, заботиться, сами должны. Всех вокруг подружек должно быть у женщин много. Всех заботиться любить. Не то, что я одна, Лебединоч, некого любить, я одна. Ну, подружись. Вон куча народ сидит. Девушки, что с тобой всем дружатся. Вот подойдет любой девушка с девушкой. Давай дружить, давай. Вот. И все. Начала дружить с девушкой, заботиться обо всех. Стала красивее. Но человека еще нет, потому что ты красивее, но ты слабее мужчин. Красота женщины. У мужчин примерно как бы есть определенная сила. Средняя такая, мужская сила есть такая. Ну, средняя. Ну, по вашей судьбе. Да. И вы должны красоту свою увеличивать, увеличивать. И в какой-то момент ваша красота мужчинам станет невыносимым. Ну, то есть вы станете сильнее их психики. Женская красота должна стать сильнее мужчин. Мужской энергии. В результате вы заметите, что на вас начнут сначала поглядывать, потом пытаться познакомиться, потом уже будут женихи как бы. Это все закономерность, просто и все. Или, допустим, мы сейчас о чем говорим? Мы сначала говорили с вами о здоровье, да? Теперь мы говорим о вот нашей жизни, о социальном положении человека. Вот, допустим, мужчина говорит, Олег Геннадь, что-то я не могу работу себе найти. Нет, это неправильное мышление. Ты не любишь труд. Иди и работай где угодно. Пускай тебе платят копейки. Полюби труд. Начнешь любить труд, это значит, что тебя начнут любить в твоем труде. То есть это значит, что у тебя будет выбор. У тебя исходит энергия, сила такая мужская. У мужчин нарисовано любит труд на блогу, не любит труд. У всех, понимаете? И работодатели читают эти надписи. Они знают, кто как. И если ты любишь труд, ты приходишь, вот ты любишь, тебе нравится работа, любишь просто. Ты приходишь и говоришь, О, нам, нам такие нужны люди. Все. Это значит, что ты легко можешь себе найти работу, потому что любишь труд. Теперь скажете, я люблю труд, но у меня денег не хватает. Денег не хватает означает, что у тебя труд не очень высокий, не статусный. Понимаете? Чем более статусный, тем лучше платят. Правда? То есть статусный труд, это уже другое. Любишь труд, работа есть, денег нет. Хорошо. Тогда тебе надо любить, учиться, уважать страну, в которой ты живешь. Начальство, правительство, каким бы плохим, оно не было. Учись все это уважать, потому что, когда ты старших любишь, тогда ты начинаешь расти вверх в своем положении в обществе. Нехорошее. Видите как? Все. От любви зависит вся наша жизнь. Не то, что у меня плохой период, я не могу работу найти. Бывает и такое, конечно. Но часто люди просто не хотят работать, поэтому не могут найти. Просто не хотят. Учитесь любить труд, найдете работу. Любите старших, будете иметь хорошее положение в обществе. Любите заботиться, выйдете замуж. Женщина говорит, Олег Иванович, а у меня детей нет. Что значит, не люблю детей? Нет, это неправильное мышление. Если у тебя нет детей, то у тебя просто не хватает энергии природы. Просто не хватает энергии природы. Иди, бегай, прыгай, гуляй. Вот сколько уже девушек получили детей благодаря тому, что они все-таки сделали, как я сказал. Поднимите руку здесь в зале. Сколько вот уже человек. Вот смотрите уже. Вес рук. Теперь человек оплодил. Хорошо же, правда? Начали пользоваться советами. Один индус, такой уважаемый индус, когда я был в святом месте, он подошел ко мне и говорит, я вас знаю, у меня же русская жена, она слушает ваши лекции. Я вас уважаю, как наставника. Она не может зачать ребенка. Что нам нужно делать, чтобы зачать? Я говорю, ей нужно просто бегать. И она зачмет ребенка. он посмотрел на меня. Я вам верю, но не понимаю, почему вы так сказали. Но она будет бегать. И там он индус, как бы он сказал жене, она это делает. И она говорит, Олег Иванович, я не хочу бегать. Может, не ходить? Я говорю, муж сказал, бегать, значит, бегать. Но она индус, как бы она за индуса вышла, она слушается, побежала. Через полгода пишет мне, все, забеременела. Можно бы не бегать? Я говорю, теперь ходи, потому что беременную уже так нельзя слишком напрягаться. Как родишь, опять бегай. Да? Кто сказал ходить замуж? Поднимите руку. Вы сказали? Молодец, правильно. Если мужчина сказал, спросил, женатый или нет. А дальше бы другой вопрос последовало. Моя хорошая, я все понимаю. Есть только одна проблема. Вы можете найти работу 5 секунд по вашему суду. Вас и нашли. Но работать вам не хочется. Из-за этого вся проблема. Не надо. Не надо просто приходить на работу и что-то делать. Ну что делать? Девочки же надо получать. Женщине обязательно упахиваться. Даже для чего еще вам надо ходить на работу? Для того, чтобы улыбаться, всех любить, заботиться обо всех, потому что иначе замуж не выйдешь. Чтобы выйти замуж, нужно, чтобы люди вокруг были. Для того, чтобы заботиться обо всех, всех любить. А если вы так не будете делать, то тогда не выйдет замуж. Не вышло, потому что вот вы 25% прошли пути, надо дальше идти. Вы слишком шустрая. Вот замуж хотите всего два с половиной года, а до этого жила как хотела. Понимаете? и сейчас два с половиной сразу мужика подавай. Надо немножко как бы потренироваться чуть-чуть. Ну, не то, что прям совсем много, чуть-чуть еще и все нормально. Ну, только у меня к вам просьба одна. Вам, когда Господь мужичка даст, вы уж перед ним не сильно носом-то крутите, ладно? а то у вас тоже привычка такая есть. Хорошо? По рукам вот так вот все я вас научу. Повалитесь по правой, по левой, по левой. Ну, значит, все. Часто девушки, знаете, мужика дают плохо, они начинают носом-крутить, это не так, то не так. Потому что все девушки на самом деле за Бога хотят замуж. Вот. Ну, Бога ведь как бы нам замуж мужья не дадут, правда? Нам дадут мужика просто обычно. А они все одинаковые эти мужики. У них куча недостатков, они такие все вот. Ну, терпеть надо просто что-то. Нет. то есть, молодой человек встречает с вашей дочкой, да? И вы думаете, господи, ну сколько можно уже встречаться? Давай, бери замуж. Да? Ну, да мило на парня, на... То есть, рынка сорвалась. То есть, вы слишком рано потянули удочку, да? Рыбка сорвалась. Граница в том, чтобы терпеть. Терпеть надо, понимаете? Так терпеть, чтобы, наоборот, возвращать мужика к дочке, а не испугать его, испугивать, понимаете? Ну, может, вообще, как бы, вашу дочку продолжать любить, но вас испугался? Вон, она кивает головой, согласны? не лезьте больше в отношениях, Извините, скажите, я виновата. Ну, скажите вы, девушка, да? Все? Не надо было ставить потихоньку, помаленьку. хорошо, а сейчас он испугался? Мне надо призвиниться, сказать, слушай, я как бы что-то зря так сказал. Давай дружить дальше. до легких расстояния. Ух, сейчас посмотрим. Ну, да, там что-то не буду, приятное все. В общем, надо всех любить, заботиться, молиться, Бог даст другого мужика. Ну, так себя чувствую, что, как бы, там, ну, ничего не будет. Вы туда не поедете, он к вам не поедет, ничего не будет. Сейчас люди любят друг друга по интернету, понимаете? Но детей, детей начинать по интернету не получается. И жить вместе тоже не получается, поэтому трудность такая возникает. Вообще, как бы, если говорить про тещу, то нужно вот так. Надо тещей хорошей быть, чтобы так человек верил в тебя, любил. Ну, ладно, что у нас время подходит к концу. Я вам все рассказал. Учитесь молиться, учитесь любить людей, учитесь любить природу. Если говорить о молитве, то это целая наука, у меня есть семинар, называется «Победа от трудностей судьбы». слушайте эти лекции. Есть техника молитвы, такие лекции изучаете. Там написано, как молиться. Учитесь этому. Я думаю, что у нас будет онлайн-семинар. У меня есть онлайн-семинар, сейчас я сижу в Краснодаре, вас собирают организаторы в какие-то группы небольшие. Можете сами собирать группы людей, если хотите. То есть можно несколько групп в городе делать. У вас есть онлайн? Вы уже участвовали в онлайн? Лена, вы участвуете в онлайне у нас? Вы смотрите, если вы сами не хотите, пускай какую-то другую организуете. Можно по 20, по 30, по 40 человек онлайн собирать. Люди общаются со мной, потому что там онлайн мы будем молитвы скоро устраивать. Я буду обучать молитве, молиться онлайн будем, и будет еще вопрос создавать. Классно же этому всему учиться. А так на лекции мы не будем специальные молитвы для молитвы лекции посещать. А? Ну, это мало людей придет, у меня опыт такой, вот придет всего может быть одна треть этого зала. А если онлайн делать, то все желающие придут, это формат такой для онлайн молитвы. Более сложные темы не все захотят слушать. Послушайте меня внимательно. Смотрите, у человека есть три типа звука в сердце. Только один тип звука побеждает судьбу. Вот допустим, я желаю всем счастья. Это называется эмоциональный звук. Он не побеждает судьбу. Он просто улучшает настроение. Второй тип звука. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Это значит, что ты передаешь людям свое настроение. Этот звук не побеждает судьбу. Если у тебя хорошее настроение, то ты помогаешь людям. Если плохое, то мешаешь. Допустим, я желаю всем счастья. Значит, ты мешаешь людям. У тебя плохое настроение. Но есть еще один тип звука, который побеждает судьбу. Это звук памяти называется. звук памяти. Я, допустим, вспоминаю своего наставника. Я желаю всем счастья. То есть и в звуке памяти есть вера, потому что через память идет вера. Если я, допустим, о себе помню и желаю всем счастья, то это не тот звук памяти. Думаю о себе, соединяюсь с судьбой. А надо думать не о себе, а о святости, о Боге. И память о хорошем человеке, о каком-то святом, у человека в сердце, если он любит его, может жить. Но иногда у человека приходит в сердце плохая судьба. И в этом случае плохая судьба забирает всю твою память на себя. И ты не можешь вспомнить святого человека. И тогда, значит, твоя молитва становится бессмысленной. И поэтому существует другой метод, когда ты включаешь голос тех, кто молится, и начинаешь слушать их. Во время слушания тех, кто молится, включается твоя память, переключаясь на них от себя. В результате ты начинаешь вместе с ними молиться, повторять молитву, как они, с памятью о них, и побеждаешь судьбу. Вот этот метод слушать вместе с кем-то молиться, слушать их, он для начинающих, он более простой, более сильный для начала. Когда ты помнишь о Боге сам, это более сложный метод, он такой же сильный, но его можно культивировать для тех людей, которые способны очень глубоко помнить о Боге и с памятью о Нем повторять молитву. Большинство людей сейчас на это не способны. Находите молитву в вашей вере. Какой должна быть молитва? Молитва должна быть короткой. Ее надо читать на четко. Допустим, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Лучше всего прославлять Бога. Аллилуйя, хорошая молитва. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Или, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Это опять Богу хвала, Богу хвала, только уже мусульманская молитва. Или там Кари Кришна, Кари Кришна. Это Богу хвала, Богу хвала, только на санскрипте. Понимаете? То есть другими словами, молитва должна прославлять Бога. Это самая лучшая молитва. Понятно? И молиться лучше всего с тем, кто параллельно молится. Может быть это будет не та же самая молитва, но человек очень вдохновленно молится, и вы в его настроении четко повторяете молитву, не двигаясь, слушая тех, кто молится, повторяя, как они. Постепенно ваш звук становится сильным. Это значит, включился разум. Вы повторяете алхамдулили, 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 аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сильно повторяете уже. Или как там очень нас заканчивается там в конце как там звучит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа прославляешь Господа. Опять прославление Господа. Вот. То есть короткая молитва должна быть. Потому что длинная, ты об этом думаешь уже, ты думаешь о звуке. Сначала человек не думает о самой молитве, думает о том, как она звучит, чтобы она сильно звучала. Когда молитва пришла в сердце, сначала она просто сильно звучает, потом приходит сердце. В сердце, когда открылось для молитвы, тогда ты уже о молитве начинаешь думать. Я желаю всем счастья от сердца, потому что у тебя сердце в сердце появилось. потому что сила пришла в сердце от того, что ты делаешь. Когда ты уже от сердца начинаешь. А до этого ты просто слушаешь тех, кто молится и как о ней делаешь. Понимаете, ты включаешь разум, потом разум живет в сердце, он включился, ты уже от сердца. я желаю всем счастья, но все равно вместе с теми, кто молится. И потом дальше у тебя в сердце появляется спокойствие, потом ты начинаешь направлять свое спокойствие в какую-то память о каком-то событии, но продолжаешь слушать тех, кто молится и просто наблюдаешь, что происходит там с этой памятью, с событием, что происходит. Но силы отдаешь Богу при этом. Богу отдаешь силы, от Него получаешь силу. Если сам думаешь о событии, а в молитве не думаешь, тогда ничего не получишь и ничего не отдашь. У тебя же нет сил. Понятно, как надо? В общем, вот такая система. Понятно? Так все молились с древних времен. Сейчас люди в основном занимаются тем, что они повторяют псалмы или намаз, допустим. Они просто говорят, надо молиться. Ну, то есть намаз означает азан. То есть означает призыв к молитве. То есть призыв к молитве есть, псалмы поем. То есть псалмы означают, что ты учишься правильно мыслить. Понимаете? А есть еще молитва на четках, когда ты повторяешь одно и то же и глубже, глубже, глубже побеждаешь судьбу. Вот это вот сейчас мало кто делает, а это надо делать. мантры. Ман означает ум, тра означает победа. Мантра означает победа над умом. Есть разные мантры. Есть мантры, которые разгоняют тучи, которые чакры очищают. Есть мантры как молитвы. это повторение имен Бога. Допустим, ом нам на рай на ом нам на рай на ом нам бхагаватэ бхасудэ бхагаватэ это прославление Бога. Эти мантры и молитва это одно и то же. Понятно? Вот эти мантры надо повторять. За других не надо молиться. Нужно прославлять Бога. Он о них позаботится сам. Молиться за других что означает? Означает, что я думаю, что у Бога что-то с памятью. Он не помнит, что у них проблемы. И я ему напоминаю. Господи, понимаешь, вот за этого надо. Вот этому надо. Понимаешь, Господи? Вот этому помочь. Вот этому помочь. Он такой, он как бы не врубается, ты ему вот этому помочь. Вот этому. Господи, понимаешь, вот этому помочь. Я как бы мне в интернет прислали такую юморезку, то есть стоит хомячок, а иногда хомячки стоят вот так, вот знаете, вот так, они так умеют, любят стоять, ложки, ладошки складывают, вот так стоит, еще головку вверху затрал, вот так. И такая подпись, Господи, дай мне тонкую талию и толстый кошелек. Смотри, не перепутай. Не сильно доверяем как бы Богу, но вдруг перепутает. Тонкий кошелек, толстая талия. Зачем мне это надо? Мои хорошие, Господь все знает Сам. Больше, чем вы даже можете себе представить. Он тоже знает, как вашему близкому помочь, и сколько ему нужна помощь, он все знает, но вы его туда не пускаете своим мыслями. Когда вы думаете о близком человеке и молитесь, вы не пускаете туда Бога. Чтобы Бог зашел ему помогать, вам надо отвлечься в своей памяти от близкого человека и начать думать о Боге. Если вы думаете о Боге, то Бог дает вам силы. И эти силы идут близкому человеку сами, потому что Бог знает, кому надо помогать. Больше того, он всегда стоит на низком старте такой. На низком старте он готов помогать, такой ждет, когда вы про него забудете. Потому что пока вы про него помните, он туда не может зайти. Вы своей памятью закрываете ему место. И как только вы думаете о забыли про близкого человека, он сразу туда бежит быстрее, помогает ему все начинает делать, и как только споняли, он опять раз вышел из этого просто. Поэтому надо думать о Боге, любить его, а Бог в это время будет помогать вам, вашим близким. Я это знаю точно, потому что я это делаю тысячи раз. Знаю точно, что если ты думаешь о человеке, не пускаешь туда Бога. Бога не надо ни о чем просить. Смотрите, допустим, два варианта. Бог это отец. Бог наш отец. Смотрите, вы к отцу подходите, говорите, дай поесть, дай поесть, дай поесть, дай поесть. Он говорит, слушай, я и так готовлю тебе, все нормально, расслабься. Нет, дай поесть, дай поесть. Блин, сколько можно уже. Вот, задолбал уже. Теперь вы подходите и говорите, папа, я тебя люблю. Он говорит, спасибо, сынок, такой готовит. Говорит, господи, как хорошо. Папа, я тебя люблю. Сынок, кушать хочешь? Нет, папа, я тебя люблю, люблю. Ну, кушать-то тоже надо, ничего, давай, садись. Нет, я тебя люблю, нет, кушать, садись. Ну, ладно, папа, хорошо, поем немножко. А так, я тебя люблю в основном. Даже, когда он нам дает милость, мы должны все равно думать о том, что мы любим. И тогда будет нормальная жизнь, понимаете? А если им постоянно дай, не дай, дай, сколько можно вообще? Верите мне? Вот попробуйте, я сейчас вас буду просить о чем-то. Что? Вот смотрите, я приведу пример. Было в Омске. Я эту тему обсуждал, и одна женщина пошла мне дарить цветы. Она встала, пошла цветами ко мне. Я побежал к ней. Говорит, давайте, давайте мне цветы. И раз у нее беру, так сам вот это, захватываю. Она на себя. Не дает. Я говорю, мы же мне это хотели, давайте. Она говорит, нет, нет. И она села на место, такая сидит цветами. Я говорю, что не дадите? Она говорит, дам, но потом. Когда вы успокоитесь. он не против дать, он просто ждет, когда мы успокоимся. Мы не успокаиваемся. Давай мне, давай. Не успокаиваемся. Поняли? Молодец. Сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Продолжение следует...